Здравствуйте! Цинк – это металл. И, как многие металлы, цинк присутствует в организме человека в очень и очень малых количествах. В теле взрослого человека содержится от полутора до трёх граммов этого вещества, но роль его велика. Вы можете знать, что цинк в организме находится не в виде чистого металла, а в виде солей или ионов металла. Цинк является одним из жизненно важных микроэлементов как для мужчин, так и для женщин и детей. Его недостаток в организме часто приводит к тяжёлым заболеваниям, только выходят из строя у мужчин, женщин и детей разные системы организма. Например, у мужчин недостаток цинка часто приводит к аденоме простаты. И ввиду высокого содержания цинка семена тыквы часто относят к мужским продуктам. Цинк показан при лечении предстательной железы, аденоме простаты. Он способствует её уменьшению и облегчает симптомы заболевания. При этом врачи назначают препараты цинка. А врачи-наторопаты советуют мужчинам для профилактики и лечения начальных стадий этой болезни съедать утром и вечером по одной горсти тыквенных семечек. Тыквенные семечки у мужчин повышают уровень тестостерона и потенцию, препятствуют росту простаты, поэтому эффективны при наличии аденомой простаты. Но в то же время тыквенные семечки содержат очень много фитостеролов с антиандрогенной активностью, что и делает этот продукт полезным и для женщин. Сейчас наверху ссылка на видео, в котором рассказано об одном из вариантов предупреждения аденома простаты с помощью изменения своего питания и облегчения состояния мужчины в начальной стадии. И в указанном видео показывается, как обработать и приготовить семечки тыквы. В текущем же видео более полно о роли цинка для организма мужчин, женщин и детей. Влияние цинка на организм человека разностороннее. Цинк сохраняет молодость клеток и возвращает жизненную силу устаревшим клеткам. Цинк участвует в синтезе многих гормонов – инсулина, тестостерона, эстрогена, гормона роста и других. Например, не так давно в СМИ было озвучено, что диабет – это следствие выраженного дефицита цинка. И действительно, исследования показали, что у людей с диабетом уровень цинка значительно ниже, чем у здоровых людей. А дефицит цинка связан с нарушением секреции инсулина, бета-клетками поджелудочной железы, снижением чувствительности тканей к инсулину. Далее, цинк участвует в репродуктивной функции у мужчин. Он стимулирует выработку семени, а также поддерживает функционирование здоровья простаты. Исследования показали, что семенная жидкость бесплодных мужчин отличается значительным пониженным уровнем цинка. Было отмечено, что прием добавок с цинком заметно улучшает морфологию сперматозоидов, их количество и подвижность. Уровень цинка в организме мужчины может быть важным фактором здорового зачатия. Установлено, что биологическая ежедневная потребность цинка для мужчин составляет 12 мг. В семечках тыквы, в зависимости от вида тыквы, содержится от 70,5 мг до 20 мг цинка. Это в 100 г продукта. Далее будет переведена таблица содержания цинков в продуктах питания. Далее цинк ослабляет действия различных токсинов. Это важно при инфекционных болезнях, при алкогольном и других отравлениях. Было доказано, что уменьшение уровня цинка снижает эффективность иммунной системы. Низкие уровни цинка в организме связаны с более высокой заболеваемостью пневмонией и инфекциями верхних дыхательных путей. Кроме того, цинк входит в состав фермента, защищающего ДНК клетки от свободных радикалов. Далее цинк предотвращает развитие сезонной аллергии, аллергического ремита и других ремитов. Этот элемент может облегчить течение и сократить продолжительность инфицирования риновирусами, которая является причиной инфекции верхних дыхательных путей. Медики утверждают, что клинические испытания показывают, что приём цинка во время простуды может сократить время болезни. Далее цинк участвует в синтезе коллагена. Это жизненно важно для здоровья связок, суставов, волос, кожи и других тканей. Например, многие женщины знают, что коллаген – это основа здоровой молодой кожи. Ещё цинк повышает плотность костной ткани. Он помогает в борьбе с остеопорозом. Как вы знаете, именно разрыхление, размягчение костной ткани при остеопорозе приносит много проблем с переломами. Далее цинк участвует в формировании новых клеток. Это важно в период роста ребёнка, а также при различных травмах и воспалительных процессах. Цинк помогает тканям быстрее регенерироваться. Для подростков цинк важен, потому что благодаря ему нормально протекает процесс полового созревания. В сочетании с витамином С и А цинк стимулирует активность иммунной системы и предотвращает развитие инфекционных и аутоиммунных болезней. Кстати, сейчас в период пандемии коронавируса появились публикации о том, что микроэлемент цинк в сочетании с селеном благоприятным образом изменяет течение заболевания. Цинк защищает нервную систему от повреждения и нервологических расстройств. Цинк улучшает умственную деятельность, поддерживает хорошее настроение, улучшает сон. Цинк непосредственно участвует в формировании и поддержании стабильности ДНК и РНК. Является антиоксидантом. Всё сказанное хорошо известно докторам. Много информации в свободном доступе. И если вас интересуют более подробно эти вопросы, вы можете проконсультироваться у врача или найти сведения в свободных источниках. Важное замечание. Цинк не накапливается в организме. Поэтому сокращение потребления цинка с пищей быстро приводит к симптоматике его недостатка. Далее об общеизвестных проявлениях недостатка микроэлемента цинк в организме человека. Недостаток цинка в организме проявляется следующим образом. Замедление роста у детей, позднее половое созревание, импотенция мужчин и стерильность у женщин, появление угрей, плохое заживление ран, ломкость ногтей, раздражительность и потеря памяти, частые инфекции, потеря аппетита, вкусовых ощущений и обоняния, очаговое выпадение волос, повышение уровня холестерина. Если человек наблюдает какие-то из перечисленных симптомов, то это повод проконсультироваться у врача. И изменить свой рацион. Более детально может посоветовать врач. Немного об общих рекомендациях, которые дают врачи в своих публикациях. Цинк показан при аденомипростате, увеличении предстательной железы. Цинк уменьшает симптоматику, способствует уменьшению железы и облегчает протекание заболеваний. При этом врачи назначают препараты цинка, а врачи-натуропаты советуют мужчинам для профилактики и лечения начальной стадии этой болезни съедать утром и вечером по одной горсти тыквенных семечек. С возрастом уровень цинка в организме снижается. И врачи относят к возможным средствиям дефицита цинка головокружение, постоянный шум в ушах, прогрессирующая потеря слуха, крупкость капилляров кожи, которые часто встречаются у пожилых людей. С нехваткой цинка связывает также возрастное прогрессирование атеросклероза, ослабление иммунитета и затяжные инфекционные болезни. Поэтому пожилым людям рекомендуется следить за тем, достаточно ли они получают цинка. Употребление достаточного количества цинка в пожилом возрасте улучшает такие функции мозга, как память, концентрация внимания, сообразительность и другие. Многим известно, что при недостатке витамина А кожа становится сухой, шелушится. И тут должен помочь витамин А. Но часто бывает, что ударные дозы витамина А не решают проблему. Это происходит в том случае, когда в организме недостает цинка, который активизирует усвоение витамина А. Поэтому, если прием витамина А не помогает вернуть кожу в здоровый вид, врачи рекомендуют добавить в свой рацион продукты, содержащие цинк. Цинк помогает избавиться от угревой сыпи. Принимая продукты с повышенным содержанием цинка или препарата цинка, можно избавиться даже от застарелых углей, упорно не поддающихся лечению. Врач может посоветовать, какой именно препарат следует употреблять. Установлено, что в крови больных ревматизмом и артритом уровень цинка ниже, чем в крови здоровых людей. Кроме этого, ученые провели интересный эксперимент. Группу из 24 пожилых больных хроническим ревматизмом уже с деформированными суставами разделили на две подгруппы. Половина больных, кроме обычных лекарств, в течение 12 недель получала препараты цинка. Другие цинк не получали. Уже через 3-5 недель те, кто получал цинк, почувствовали себя значительно лучше. У них ослабли боли, стали меньше опухать суставы. Через 12 недель улучшилась подвижность суставов по утрам. И больные могли совершать длительные прогулки. В контрольной группе, не получавшей цинк, заметных улучшений отмечено не было. Врачи установили, что содержание цинка в крови в период беременности снижается примерно на 30%. Просто плод забирает цинк из организма матери. Это может повысить вероятность выкидыша и преждевременных родов. Стать причиной низкого веса новорожденного. Поэтому беременным женщинам врачи рекомендуют ежедневно употреблять в пищу продукты, богатые цинком. И принимать или принимать препараты цинка, которые советует врач. Малое количество цинка в пищу человека ослабляет устойчивость дёсин к проникновению бактерий. В результате чего могут развиться хронические инфекционные заболевания дёсин. Для профилактики этих заболеваний врачи советуют регулярно полоскать рот разбавленным водным раствором солей цинка. А также есть продукты с достаточным содержанием цинка. В результате исследований установлено, что концентрация цинка в сетчатке глаза выше, чем во многих других органах. Это свидетельствует о важности цинка для зрения, потому что цинк участвует в важных биохимических реакциях, происходящих в сетчатке глаза, а также способствует усвоению витамина А, необходимого для поддержания зрения. В экспериментах на животных и в клинических исследованиях установлено, что дефицитут цинка нарушает усвоение глюкозы клетками хрусталика глаза и способствует образованию катаракты. Врачи советуют при этом заболевании сделать анализ крови на содержание цинка. Если анализ показывает, что этого микроэлементов в организме мало, то следует изменить питание, включив в него продукты с высоким содержанием цинка. С дефицитом цинка связаны еще одно заболевание глаз. Это дистрофия сетчатки. Мужское бесплодие диагностируется в случае, если у мужчины образуется мало серматозоидов. Второй вариант. Они недостаточно подвижны. Случается, что оба варианта имеют место. В результате снижается вероятность облаготворения цинка и, следовательно, зачатия. Врачи сходятся во мнении, что одной из причин бесплодия, а также снижения секреции мужского полового гормона тестостерона, может стать дефицит цинка в организме, остеопороз и недостаток цинка. Доказано, что цинк усиливает действие витамина D. И это способствует лучшему усвоению кальция в организме человека. Поэтому дефицит цинка приводит к остеопорозу или ослаблению костей и повышению их ломкости, особенно у пожилых людей. Медики высказывают мнение, что даже небольшая нехватка цинка в организме может понизить способность иммунной системы противостоять опухолевым клеткам. На основании того, что у больных раком лёгких, раком предстательной железы и раком прямой кишки часто бывает понижен уровень цинка. Богатая цинком диета и приём препаратов цинка – это хорошая профилактика этих тяжёлых заболеваний. Сейчас учёные успешно работают на создании на основе цинка новых препаратов для профилактики и лечения аденома предстательной железы, ишемической болезни сердца и других болезней, которым в большой степени подвержены люди старшего возраста. Сейчас на экране. Таблица продуктов, богатых цинком. Во второй графе – количество цинка в миллиграммах в 100 граммах продукта. В последней графе – процент этого количества цинка в продукте по отношению к дневной потребности в цинке. И разберём на примере. Первая строка – ядра семечек тыквы, обыкновенные, и тыквы крупноплодные сочлоды. В 100 граммах продукта находится в зависимости от вида тыквы от 7,5 до 20 миллиграммов цинка. И это в пересчёте на суточную потребность от 60 до 115%. Третья строчка, допустим, печень куриная. В 100 граммах печени находится 6,6 миллиграммов цинка. И это в пересчёте на дневную норму 55%. И так по всей таблице. Таблица в более полном виде приведена в описании видео под экраном. Завершая этот короткий рассказ о роли цинка в организме человека, уместно перечислить следующее. Цинк входит в состав более 300 ферментов. Играет важную роль в обмене белков и витамина А, в процессе передачи на средства информации и стабилизации ДНК и РНК. Входит в состав гормона поджелудочной железы инсулина. Необходим для нормального роста и развития полового созревания и нормальной репродуктивной функции. Играет важную роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез. Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию и нормальной концентрации этого витамина в крови. Участвует в переработке и утилизации алкоголя. Укрепляет иммунную систему. Обеспечивает возможность ощущать вкус и запах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok